Добрый день! Меня зовут Сумирнов Алексей. Я рад вас приветствовать в Московском Доме Книги. Сегодня я вам расскажу о книгах, которые написали актеры всемирного кинематографа. И начну с книги, которую написала блистательная актриса Натали Портман. Она не нуждается в представлении, знакома многим любителям кино по всему миру. И вот теперь она еще и писатель. Книга называется просто сказки. Это сборник классических сказок, которые она современила для своих двух маленьких детей. Но решила, что останавливаться на семейном круге чтения не надо и выпустила за рубежом в Соединенных Штатах Америки вот такую потрясающую с красивыми иллюстрациями книгу, которая включила в себя заяц черепаху, поросенка, а также мышь полевая и мышь городская. Прекрасные иллюстрации сделаны акварелью, известным иллюстратором Яны Мати, это тоже американский художник, художница, иллюстратор, которая сделала книгу вот такой милой, потрясающей, очень очаровательной. Помимо того, что она прекрасный актер, актриса, теперь она еще и писатель. У мамы свиньи подросли поросята. Что ж, дальше живите-ка сами, ребята. Джордж, Норм и Милана ответили маме. Себе мы свинарники выстроим сами. Норм лег на диван, заказал себе пиццы. Не надо теперь никуда торопиться. А сколько коробок осталось потом. Из них постепенно построился дом. Следующий автор тоже очень известен широкому кругу любителей кино и телевидения. Это Дэвид Духовный, который сыграл во многих эпизодах одного очень культового сериала, но продолжает теперь уже как писатель. Он написал художественное произведение «Льда взрослых». Это называется произведение «Мисс Подземка». И там главной роли в этой книге девушка, которая очень любит Нью-Йорк, передвигается только в метро. И там сталкивается с несколькими вселенными, параллельными мирами, которые ее увлекают, потому что там появляются герои самых разных мифологических сюжетов народов мира. Но не буду раскрывать до конца весь сюжет. Книга захватывает, держит до последней страницы в напряжении. Притом там еще есть очень интересная любовная линия. «Превращение» – один из ее любимейших рассказов. Она где-то читала, что Кавке не давались чтения этой его работы. Его скручивало от приступов смеха. Невозмутимый юмор, порожденный непостижимым ужасом. Литературный эквивалент ее любимого комика актера Бастера Китона. Кавка – мрачный фантазер, чья безыскусная проза читалась как газетные байки из ада на земле. Эймер задумалась над тем, мудро ли вызывать призрак таракана, самый настоящий антиталисман Нью-Йорка, в сознании пассажиров метро, заточенных под землей. Там, где уютнее, прямо скажем, паразитам, чем людям. Она видела, как тараканы размером с Нью-Джерси и крысы, как их в пору седлать, играют на путях, будто хозяева этих мест, как в постапокалиптическом диснеевском фильме. Следующий автор художественной прозы, тоже известный всем любителям кино, актер Том Хэнкс. Том Хэнкс у ряд премий «Оскар» неоднократно выдвигался на эту премию, получал призы. Теперь он также решил себя попробовать в роли писателя и написал такой тоже сборник, как и Натали Портман, называется «Уникальный экземпляр». Причем на обложке изображена печатная машинка, это не случайно, но не буду раскрывать всех тайн, потому что это действительно имеет важное значение для этой книги, печатная машинка, и что же она будет там делать в этих рассказах о том о сем, как и назвал свою книгу Том Хэнкс. За два года я снимался в Нью-Йорке, Берлине, Атланте, Будапеште и других городах. Все это время я писал. Я работал в пресс-турах, в отелях, в самолетах, дома, даже в отпуске. Когда позволял график, я писал с утра и до часу ночи на разных пишущих машинках из моей коллекции. Том Хэнкс. Завершает наш небольшой обзор о книгах, которые написали актеры, вот такая потрясающая новинка от Мэтью МакКонахи «Зеленый свет». Это уже не художественное произведение, это биография. И нам, которые знакомы с ним, как с актером кино разных жанров, от боевиков до лирических комедий, он предстает здесь совершенно в ином виде. Он рассказывает о том, как он стал актером, безусловно, как он попал в кино. Для этого он бросил юридический факультет, путешествовал год по Австралии, причем жил в фургоне. То есть он ощутил, ну, наверное, вот ту истинную жизнь негородского человека, которую иногда жителям крупных городов не очень, наверное, просто понимать. Тем не менее, он закалил свой характер и вот к своим 50 годам уже было написать такую замечательную автобиографию. Всем поклонникам его творчества посвящаются, что называется, да. «Зеленый свет» — это сигнал светофора, как объясняет сам Мэтью МакКонахи, который должен быть во многих ситуациях всегда быть зажженным. То есть не надо бояться, не надо останавливаться на красный, на желтый, а все-таки идти вперед на «Зеленый свет» светофора. Я рассказываю о прошлом, но без всякой ностальгии, сантиментов и отстранения, чего обычно ждут от мемуаров. И советов в этой книге нет. Я люблю проповедников, но не намерен читать проповеди и учить, как поступать. Это концептуальная книга. Я рассказываю о своем прошлом, делюсь своими наблюдениями и соображениями, которые можно объективно осознать и при желании субъективно принять, изменив либо окружающую действительность, либо свой взгляд на нее. Это своего рода пособие, основанное на случаях из моей жизни. В случаях важных, наседательных и забавных, иногда намеренно смешных, но чаще потому, что просто так сложилось. По натуре я оптимист и считаю юмор одним из главных наставников в жизни. С помощью юмора я превозмог боль, утраты и недоверие. Я не без изъяна. Я все время влезаю в какое-то дерьмо. Зато понимаю, куда я влез. И я научился соскребать грязь с ботинок и идти дальше. Читайте книги, приходите в Московский дом книги. Всего самого наилучшего. Субтитры создавал DimaTorzok